Таня Лакшина Таня Лакшина Таня Лакшина Таня Лакшина Таня Лакшина Эти вопросы мы будем собирать, и я очень надеюсь, что у нас хотя бы на часть этих вопросов останется время. Никто из слушателей, не аккредитованных в качестве прессы, к сожалению, вопросов задать не сможет. Мы просто не успеваем и очень просим прощения. Госпожа Улицкая, к сожалению, опаздывает, но она обязательно будет, а будет через короткое время, и она у нас заявлена последней из семи выступающих, так что вы от нее обязательно услышите. Рассказывать про мемориал, про мемориалы сама я не буду. Это дело сотрудников, руководителей программ мемориалов. От себя могу только сказать, что мемориал – это особенное место, место физическое, и не только физическое, место в душе, я думаю, каждого из нас и наш общий дом. И очень приятно сейчас видеть, как люди в России, за рубежом, самые разные люди, из самых разных страт общества, и культурная элита, и политики, и просто поддерживающие, сочувствующие люди становятся на защиту мемориала спонтанно одновременно. Это очень здорово видеть, и очень хочется верить, что мемориалы как организации удастся отстоять, а мемориалы как людей, как дело, с ними ничего невозможно сотворить. Спасибо. На русском и английском языке параллельно можно слушать нашу пресс-конференцию. И первая наша выступающая – это Елена Жемкова, исполнительный директор Международного мемориала. Добрый день. Я позволю себе, во-первых, как хозяек этого дома, вас всех поблагодарить за соблюдение мер безопасности и за, конечно, внимание к нашей работе и поддержку. Сама позволю себе снять маску. Я вакцинирована, ревакцинировала и даже сделала специально ПЦР-тест, чтобы у вас ни у кого не было сомнений в безопасности происходящего. Но это техническое как бы введение. А что я, собственно, хотела сказать? Мы работаем 33 года. Я могла бы вам сейчас представить длинный перечень того, что мы сделали. Но зачем? Ну, как я могу коротко, например, вам объяснить, сколько труда вложено для того, чтобы была собрана база данных имен жертв политических репрессий, в которой сейчас больше трех с половиной миллионов имен? И сколько лет, и сколько людей это собирали? Или как я вам сейчас могу коротко рассказать о тех случаях конкретных людей, которые тысячах людей, которых защитил правозащитный центр, где каждый случай выпьет, и каждая судьба уникальна? Я не могу это сейчас вам рассказать, но я хочу сказать, что мемориал – это центр знания. Мемориал – это центр компетенции. Мы работаем много лет честно и открыто. Мы работаем в Москве и регионах. И я рада, что среди участников есть моя коллега из Перми. Это один из важных центров нашей работы. Вот, мы тут перед вами. И вы можете просто нас спросить. Спросите нас, и мы расскажем вам о нашей работе. И это первое. Второе – это ресурсы и деньги. За много лет нашей работы нас поддерживали очень разные люди и институции. Я бы тоже очень хотела их всех назвать и всех поблагодарить. Но у меня нет этой возможности. И поэтому я хочу сказать только то, что для меня и для нас всех очень важно. Мы не работаем ни по чему заказу. Мы ничьи не агенты. Все наоборот. Это мы формируем, придумываем наш проект. Какую книгу мы хотим издать? Что мы хотим делать? И потом мы убеждаем людей, институции нас поддержать. Все наоборот. Это те, кто нас поддерживают, в конце концов становятся нашими сочувственниками. Я не хочу употреблять это слово, которое пытаются сейчас, вот это время пытаются в нас внедрить. Про себя мы можем сказать. Мы ничьи не агенты. А те, кто нас поддерживают, те, кто разделяют наш подход, наши ценности, наши цели, те наши сочувственники. А иногда они становятся просто такими же мемориальцами, как мы. Третье. Претензии. Если посмотреть на претензии, которые к нам выдвигаются, они ведь носят административно-технический характер. Одно типовое нарушение, за которое штрафовать-то можно, вообще-то была возможность не штрафовать. Можно было сказать, вот тут вы поступаете неверно. А в идеале вообще было бы дать в законе исчерпывающий список того, исчерпывающий, точный и понятный, того, что должна сделать организация или человек. Итак, одно типовое нарушение, за которое сначала многократно наказывают, и мы абсолютно оплачиваем все штрафы и закрываем, вообще говоря, эту проблему. И теперь к вопросу возвращаются снова и пытаются снова возобновить претензии. Я считаю, и мне кажется, многие со мной разделяют эту позицию, нельзя организацию, которая объясняет, что такое наша история, что такое наше прошлое, нельзя организацию, которая много лет защищает конкретных людей, нельзя закрыть по техническим причинам. Это просто нехорошо, это несправедливо, и так поступать нельзя. Спасибо большое. И о юридических аспектах сложившейся безобразной ситуации. Татьяна Глушкова, член Совета правозащитного центра «Мемориал», старший юрист программы «Защита прав человека» с использованием международных механизмов. Таня, пожалуйста. Татьяна Голова, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Добрый день. Прежде всего, хотелось бы присоединиться к благодарностям тех, кто пришел, тем, кому небезразлична наша судьба. Что касается юридической стороны вопроса, как уже сказали мои коллеги, Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации Международного мемориала, прокуратура города Москвы о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Эти иски поданы в один день и во многом схожи, кроме одного момента. Единственным основанием, по которому Генеральная прокуратура требует ликвидировать Международный мемориал, это несоблюдение законодательства об иностранных агентах. То есть, несколько случаев, когда организация не промаркировала свои интернет-ресурсы, и один случай, когда прокуратура пришла и фактически силой изъяла на книжной ярмарке книги, изданные до 2016 года, которые не были промаркированы, и в тот момент они никому не распространялись, они лежали на стенде на книжной ярмарке. Речь идет, по мнению прокуратуры, о систематическом несоблюдении законодательства об иностранных агентах. Это, естественно, абсурд, уже потому, что систематическое нарушение предполагает, что организация не устраняет нарушения. Все интернет-публикации были промаркированы сразу после того, как соответствующие претензии были предъявлены. Книги, изданные международным мемориалом после внесения в реестр иностранных агентов, имеют типографскую маркировку о том, что организация находится в этом реестре. Сайт, соцсети, все, что распространяет организация, имеет эту маркировку. Естественно, поскольку этот закон изначально написан так, что соблюдать его практически невозможно, то есть ты не можешь понять, что конкретно ты должен промаркировать. Например, мы ведем пресс-конференцию, мы говорим, правозащитный центр «Мемориал» и международный мемориал внесены в реестры НКО, выполняющих функции иностранного агента. Должны ли мы дополнительно промаркировать таблички спикеров? Закон не дает нам ответа на этот вопрос. И так далее, и так далее. По сути, до 2019 года, например, к организациям не предъявлялось требование о маркировке соцсетей. В 2019 году мы узнали о том, что такие требования есть из протоколов Роскомнадзора. Поэтому в ситуации, когда закон написан так, что ты не знаешь, какие твои действия, что ты должен сделать, чтобы его соблюсти, ликвидировать организацию за якобы систематическое невыполнение этого закона – это просто абсурдно. Правозащитному центру «Мемориал» дополнительно предъявляются претензии в том, что организация якобы нарушает закон о судебной системе Российской Федерации, поскольку отказывается исполнять судебные решения. Что, по мнению прокуратуры, означает отказ от исполнения судебных решений? Это введение списка политических заключенных, которые организация ведет с 2009 года. Фактически, признание, по мнению прокуратуры, признание того, что лицо преследуется несправедливо, либо за те деяния, которых оно не совершало, и его цель, мотивы его преследования носят политический характер, или его преследование нарушается с серьезным нарушением права на справедливый суд, это отказ от исполнения судебных решений. Сама по себе такая трактовка закона о судебной системе также абсурдна, поскольку неисполнение судебного решения — это, например, если человека приговаривают к решению свободы, он уходит в бега, или на кого-то накладывают штраф, штраф не выплачивается. Вот это отказ от исполнения судебного решения. Обсуждение того является, публичное обсуждение того, является ли то или иное судебное решение справедливым и законным, разумеется, неисполнением судебного решения не является. Дополнительно, в рамках этого обвинения прокуратура говорит о том, что поскольку некоторые из людей, внесенных в списки политзаключенных, приговорены по террористическим и экстремистским статьям, правозащитный центр «Мемориал» таким образом оправдывает участие в террористических и экстремистских организациях. Это, разумеется, не так, поскольку правозащитный центр «Мемориал» никогда не оправдывал подобных действий, и единственной целью внесения человека в список политических заключенных является оценка обоснованности и справедливости его уголовного преследования. Более того, в каждой справке о политическом заключенном, вне зависимости от его взглядов, содержится информация о том, что правозащитный центр «Мемориал» не разделяет и не поддерживает, признание человека политическим заключенным не означает поддержки и, тем более, разделение его взглядов в правозащитный центр. Один из самых абсурдных моментов в обоих исках – это абзац, в котором говорится, что организации нарушают целый ряд международных документов. Конвенцию о защите прав человека, Конвенцию о правах ребенка и даже всеобщую декларацию прав человека. Это говорит о том, что человек, который писал эти иски, он либо вообще не имеет юридического образования, либо настолько плохо изучал курс теории государства и права, что не знает, что соблюдать международные документы или, соответственно, не соблюдать их может только государство. Частное лицо, человек или организация в принципе не могут нарушить ни один из этих документов. Тем не менее, такое объявление «Мемориалам» также предъявлено. Вот, наверное, все, что… основные моменты об абсурдности исков, которые я должна сказать. Дополнительно, наверное, я могу сказать только одно. Но, вы знаете, вот на мне сейчас значок «Мемориал», он выпущен в 1989 году. Мне тогда было два года. Сейчас я нахожусь уже в Совете правозащитного центра «Мемориал». То есть «Мемориал» — это организация, которая достигла уже такого длительности и длительности существования, которая достигла такого, что люди, которые живут столько, сколько организация существует, уже могут входить в органы управления организацией. И сама идея о том, чтобы уничтожить эти организации, и самые главные ценности, которые эта организация отстаивает, она более абсурдна, чем все те юридические моменты, о которых я только что сказала. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна. Коллеги, мы попытаемся, преодолев технические неполадки, все-таки включить Дуню Миятович. Я очень надеюсь на успех. В этом году я хочу, чтобы вы обещали вас сегодня в этом очень важном конкуренции, но также быть в компании со многими большими паналями, в этой конкуренции сегодня. Обычный момент, и то, что есть важный момент. И я думаю, что это очень важное, что это очень важное. Именно иммунистративная, для свободы и для правительства, для врагов и для бедных, для савиатой эпохи. И продолжается с обращением сегодняшнего проблем, Продолжение следует... 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 Я не гонюсь за сенсациями, я просто говорю простую правду. Это факты, которые нужно просто признать. Я всегда говорил об этом законе с тех пор, как он был принят, и говорил о нем, что он неприемлем. Я не буду перечислять все, кто против него высказывался, но и другие европейские институты тоже расценивали этот российский закон о иностранных агентах, высказывали свое мнение по его поводу, и некоторые наблюдательные организации тоже это делали. И недавно генеральный секретарь Совета Европы тоже издал свое заявление касательно ликвидации международного мемориала и правозащитного центра мемориала. Вывод, которым приходит моя служба и другие организации, совершенно ясны. Этот закон стигматизирует и организации, и людей, и медиа. Он урезает свободу слова, он имеет репрессивный эффект для гражданского общества, и он не соответствует европейским стандартам прав человека, и он должен быть отменен. Все очень просто. Очень жалко, что российские власти настолько не уважают усилия, направленные на то, чтобы улучшить законодательную ситуацию в стране и улучшить положение с правами человека. В 2019-2020 годах деятельность многих правозащитных организаций была сильно ограничена. Как член Совета Европы, Россия обязана соблюдать стандарты прав человека, действующие в этой организации. Она должна обеспечивать пространство для деятельности организации, борющихся за права человека. Самое время, чтобы власти начали сотрудничать с Советами Европы и предварили в жизнь стандарты прав человека, действующих в Европе. И я намереваюсь обратиться к российским властям, и в частности к генеральной прокуратуре, с просьбой передать мое мнение на этот счет и прекратить преследование мемориала. Я надеюсь, что у меня еще будет возможность встретиться с вами в Москве и в других местах. И я заверяю вас, что я продолжу свою работу над этой проблемой и над другими проблемами, которые имеют значение для работы по защите прав человека в России и работы активистов, действующих в России. Еще раз я желаю вам замечательной платофорной конференции, и я надеюсь, что то, что здесь будет сказано, будет услышано. Передаю вам привет из Варшавы. Для находящихся в зале журналистов, если не все понимают английский язык, я хочу напомнить, что все записывается и транслируется на YouTube-канале с синхронным переводом, поэтому можно будет отдельно послушать на русском языке полное заявление госпожи Миятович. Я кратко буквально его сейчас перескажу на русском. Дуня говорила о роли мемориала для гражданского общества российского и международного, о работе мемориала в сфере правозащитного образования над защитой пострадавших от нарушений прав человека, включая в Европейском суде по правам человека, работы мемориала в Чечне и о той работе, которую проделывала сотрудница мемориала, погибшая за эту работу Наташа Эстемирова. И Дуня подчеркивала, насколько беспрецедентно то наступление на гражданское общество, которое сейчас имеет место в России, в частности с использованием иноагентского законодательства. И не перечисляя многочисленные заявления, которые она сама и другие институты Совета Европы делали по поводу этого противоправного закона, она подчеркивает, что и ее офис, офис комиссара по правам человека, и другие структуры Совета Европы пришли к выводу, что законодательство стигматизирует, что оно имеет охлаждающий эффект на гражданское общество, и этот закон должен быть отменен, о чем Совет Европы и ведет диалог с российскими властями. И очень печально, что вместо того, чтобы выполнять свои обязательства и отменить этот закон, российские власти, наоборот, его ужесточили за последние два года. И Дуня будет обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по проблематике с мемориальскими организациями, будет с ними это обсуждать и очень надеется увидеть всех в Москве, ну и, конечно, в Страсбурге, в Совете Европы. Большое спасибо. У нас есть еще один выступающий дистанционно. Это спецдокладчица Организации Объединенных Наций по правозащитникам Мэри Лоральд. И, судя по всему, мы смогли справиться с нашими техническими проблемами, верно? Здравствуйте. Слышно меня сейчас? Всем доброе утро. Слышно? Всем доброе утро. Меня слышно? Спасибо, что пригласили меня выступить здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы по другому поводу я хотел бы высказать вам сегодня солидарность и уважение и восхищение коллегам в Прозащитном центре Мемориал и Международном Мемориале. Я прекрасно осознаю, что вы сделали за все эти годы, что вы сделали для того, чтобы память о прошлом и правда о прошлом сохранилась. Я отдаю дань уважения тем, кто пострадал за то, что указывали на нарушение прав человека, сообщили о них в прошлом и настоящем. Вы, конечно, не одобряете терроризм. Вы не иностранный агент. Нет ничего более далекого от истины. И вы, конечно, не враги государства. Вы просто говорите о том, что граждане России заслуживают тех же прав и тех же свобод, что и граждане других стран мира. И что российское государство намеренно преследует вас. И перед этой пресс-конференцией я смотрел письма, направленные в адрес российского правительства в защиту Мемориала. И меня поразила жизнестойкость этой организации на протяжении последних 30 лет. Один из самых ранних случаев, когда преследовали члены мемориала, сообщавшего о пытках, и несколько исков, потных по поводу нарушения закона об иностранных агентах, кампании очернения против Мемориала. Я очень надеюсь, что до закрытия не дойдет, потому что это показало полное неуважение к вам и к тем ценам, с которыми вы говорите. И генеральный секретарь, который мне дамо призвал активизировать действия в защите права человека, и если эта организация будет закрыта, то будет лишь вопрос на времени, пока не подвергся последним секторам защиты права человека в России. Я не верю, что это как будто прекратится, я думаю, что жизнестойкость и люди найдут способ для того, чтобы продолжить работу. И здесь, конечно, я хотел бы вспомнить Наташу Эстемирову, которая боролась за правду и справедливость в Чечне, и которая понимала, что необходимо следить за этим конфликтам и теми преступлениями, которые там совершались. И я считаю, что она и Мемориал внесли огромный вклад в защиту права человека и в сохранение правы о происходящих. Sometimes I just can't even feel whether my life is in danger, because I have such strong other feelings. I do have worries about my family and people close to me, but I still feel I have to do this work. And that quote is up on a memorial to human rights defenders who have been murdered. Какой-то мемориал правозащитников, которые погибли. Finally, I am reminded by the words of Nobel Peace Prize winner Liu Jiabo, who experienced a similar face in China, but cautioned against justifiable rage, for it would pit him against his fellow citizens. He wrote, hatred can rot away at a person's intelligence and conscience. Enemy mentality will poison the spirit of a nation, incite cruel mortal studies, destroy a society's tolerance and humanity, and hinder a nation's progress towards freedom and democracy. I draw inspiration from the memories you have rescued, the imprisoned human rights defenders that you have refused to abandon, and the vision you retain for the type of society that is possible in Russia. And I pledge to continue whatever I can to do on behalf of human rights defenders. Thank you. —. — Опять же, полное её заявление можно прослушать на русском языке на Ютьюбе. Я также хотела бы подчеркнуть, что и комиссар по правам человека Совета Европы, и специальный докладчик Организации Объединённых Наций по правозащитникам сделали отдельные заявления о ситуации вокруг мемориальских организаций, И эти заявления можно посмотреть как на английском, так и на русском языке, соответственно, на сайтах Совета Европы и Организации Объединенных Наций. Спасибо огромное. Пожалуйста, наш следующий выступающий Татьяна Марголина, член правления Пермского мемориала и бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Татьяна Ивановна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, все присутствующие. Я хотела бы несколько тезисов по сложившейся ситуации с мемориалами, находящимися в Москве и в России. Прежде всего, я хочу сказать, что когда я закончила свою деятельность на государственном поприще защиты прав человека, я вступила в мемориал. То есть в самом мемориале я недавно, хотя партнером мемориала являюсь практически последние 20 лет очевидно. Но сейчас уже в организации. Наша организация краевая состоит из 2000 человек. 5% этой организации – это оставшиеся в живых непосредственные жертвы политических репрессий. 90 с лишним процентов нашей организации – это члены семей, жертв политических репрессий. И очень важно, что эта организация объединяет талантливейших, профессиональных историков, архивистов, журналистов, педагогов, краеведов. Так вот, я в первый же день после того, как прошла информация о данной миске, я сразу стала получать звонки от членов семьи и жертвы репрессий. И я не могу передать вам те чувства, те обиды, то удивление, которое звучало в этих обращениях. И фраза одна, которая прозвучала из уст внучки репрессированного, она вообще стала таким вот сигналом действия для меня лично в эти оставшиеся дни. Она сказала, мы что, должны быть дважды репрессированы? Сначала репрессировали наших близких дедов и отцов, а теперь мы репрессированы за право, конституционное право объединиться как члены семей, жертв политических репрессий в организации. Это конституционное право граждан объединяться по своим интересам и позициям. Вот это, мне кажется, очень серьезный риск, который, я надеюсь, будет безусловно учтен при рассмотрении дел в судах. Второй риск, вернее не риск, а резонанс. Он был заявлен на экспертном обсуждении этой проблеме на «Эхо Москвы в Перми» нашими гражданскими экспертами, известными в России, в частности, Игорем Аверкиевым, который сказал о том, что это, если хотите, сигнал для тех, кто противник признания репрессий, политических репрессий в истории нашей страны. И это вообще перечеркивание в чем-то отрицания многолетней работы мемориала вместе, кстати, с органами власти. В последние годы особенно, когда была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Так вот, это раскалывает общество, и, как было сказано, голову и голос поднимают те, считая, что это сигнал о том, что можно. Можно сегодня отрицать эту драматическую страницу в нашей истории. Еще хотела бы сказать о том, что, на мой взгляд, в этом миске совершенно не учтен статус мемориала как международной организации. Я веду такую дисциплину в университете, которая называется «Международная неправительственная организация в системе международной защиты прав человека». Так вот, кейс, если можно так сказать, с нашим мемориалом – это пример того, как не должно государство поступать, нарушая все имеющиеся документы, нами принятыми, естественно, нашей страной, по международным неправительственным организациям, да еще таким, как мемориал международный, потому что ООН имеет самый высокий статус в ООН, консультативный статус. Это самый высокий статус взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. И сама процедура создания таких организаций, она говорит о том, что даже если, хотя я очень надеюсь, что такого решения не будет, даже если международный мемориал решением суда нашего отечественного, национального прекратит свое существование, на самом деле международный мемориал будет продолжать существовать, потому что для дальнейшего функционирования таких организаций предусмотрена национальная регистрация или признание государством хотя бы в одном государстве. А международный мемориал, насколько я знаю, официально зарегистрирован не только в Москве, в России, но и в России тоже, и кроме того, в ряде европейских стран. Поэтому ликвидировать международную организацию, если такая цель стоит, практически невозможно. Поэтому, и тем не менее, те риски, о которых я говорила выше, они, конечно, заслуживают особого внимания, если можно так сказать. И последнее, о чем я хотела бы сказать. Из года в год, когда началась кампания контроля за соблюдением закона, как мы его называем, об иностранных агентах, все время звучит фраза о том, что инкриминируется, что организация занимается политикой, и не имеет общественное мнение. Так вот, мне очень странно, почему сегодня Генеральная прокуратура не учитывает изменившееся главное законодательство Российской Федерации. В 2020 году в Конституцию Российской Федерации внесена поправка 114.1.Е, которая не просто дает право гражданским институтам и некоммерческим организациям участвовать во влиянии на государство, она дает поручение, если можно так, она вписывает ответственность правительства Российской Федерации, создавать условия для того, чтобы некоммерческие организации могли участвовать в управлении государством. Если раньше в Конституции у нас такое право было только у гражданина, как прямо, так и непосредственно участвовать в управлении государством, то теперь у нас эта возможность, право появилось у всех некоммерческих организаций. И поэтому вот этот пресловутый абзац, который путешествует из одного документа по одной организации в другой документ по другой организации, он вообще по сути правовой и юридической силы уже не имеет. К сожалению, это тоже не учитывается. И вот еще раз повторяю, как и вообще в целом, любая работа, право защитное, по защите политических прав граждан трактуется многими должностными лицами как политическая деятельность. Вот мне кажется, это одна из очень серьезнейших проблем, которая в том числе позволяет относить деятельность правозащитной организации к разряду политической деятельности. Ну и, конечно, раз я представляю регион, я не могу сказать, что мы обсуждали и риски, и какая-то тревога, в том числе у членов мемориала, вот у тех, кто относит себя к профессионалам в деле увековечения памяти жертв репрессии. Конечно, все очень переживают за то, и, конечно, очень ждем решения суда относительно того, а не станет ли это сигналом для того, чтобы и региональные институции были внесены в этот разряд. Это опасение существует, как и в целом опасение о том, что сама эта тема увековечения памяти жертв репрессии может кем-то, я подчеркиваю, кем-то быть сворачиваема. Хотя, на мой взгляд, нормативная база и практика реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв репрессии не может быть свернута по определению, потому что на местах в регионах это взаимодействие всех субъектов сегодня идет достаточно энергично, я бы так сказала. Спасибо. Спасибо огромное, Татьяна Ивановна. Действительно, очень важно, что на этой пресс-конференции в Москве присутствуют представители регионального мемориала. Мемориал – это не только Москва, не только столица, это вся страна. Не только Россия. И не только Россия, совершенно верно, не только Россия. И, конечно, те угрозы, перед лицом которых сейчас стоит международный мемориал, стоит правозащитный центр мемориал, эти же угрозы актуальны для региональных мемориальских организаций, нужно об этом помнить, обязательно об этом помнить. И, пожалуйста, Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра мемориал. Здравствуйте. Что-то у нас все очень серьезно и грустно. Когда мы получили эти чудные документы, у нас, пожалуй, первыми чувствами были удивление, злость и смех. Потому что чтение прокурорских бумаг иного вызвать не может. Таня уже подробно анализировала, почему нельзя закрывать международный мемориал или правозащитный центр за нарушения формальные. этого так называемого закона. Не маркировку. Ну да, поставили желтую звезду сразу туда, где она не была пришита. Извините, несколько разок вышли на улицу, не пришив ее на все возможные места. К правозащитному центру сходные претензии отчетность по агентскому закону. Пару раз вис сайт Минюста, и туда не привесились какие-то приложения. Мы их привесили. Исправили нарушение. Это не злостные заведомые нарушения, за которые организация ликвидируется. Если оно устранимо, то его за это не закрывают. Были претензии к уставу. Мы исправили устав. Понимаете, у Татьяны Сергеевны была хорошая аналогия. Все равно, что расстреливать за переход улицы в неположенном месте. Ну да, не стоит переходить улицу в неположенном месте. Но мера явно неадекватная. А дальше, дальше к правозащитному центру есть претензии вполне конкретные. Претензии к нашему списку политзаключенных, которые мы ведем с 2008 года. Они высказываются не первый раз. Прокурорское представление, которое было вынесено 30 апреля 2013 года, оно как раз нас в этом и обвиняло, что мы должны быть включены в агентов, потому что ведем список политзаключенных. Очень хорошая дата и очень хорошая причина. Хуже было бы, если бы за какую-нибудь закорючку в уставе. Потому что 30 апреля 2013 года исполнялось 45 лет хроники текущих событий. Бюллетени советских диссидентов, которые об этом же писали, о политзаключенных. Но теперь претензии к списку политзаключенных чуть-чуть иные. Оказывается, там содержатся признаки оправдания терроризма и экстремизма. С формальной точки зрения, то, что наши справки на политзаключенных, какая-то аналитика, не есть оправдания терроризма и экстремизма, в котором обвиняют этих осужденных, например, признанных экстремистами свидетелей ЕГОВА. Таня Глушкова уже сказала. Здесь есть, кроме формальностей, еще и некоторые детали, с которыми я с вами поделюсь. Давайте мы вместе подумаем и посмеемся, и позлимся. Дело в том, что вот это самое обвинение в признаках оправдания терроризма и экстремизма основано на экспертизе, которую делал так называемый Центр социокультурных экспертиз. Знаменитое заведение, оно делало экспертизы по делу Пусси Рают, оно делало экспертизы по делу Дмитриева, по тем же свидетелям ЕГОВА оно делало экспертизу. Завтра читайте в новой газете Диссернет, известная вам организация, известная умением внимательно читать тексты. Про них напишет подробно, с голоса это лучше не надо. Вы получите большое удовольствие. Андрей Заякин подготовил публикацию завтра в новой газете. Я же пока скажу только про одно. Центр социокультурных экспертиз, который с помощью разных страшных слов, что мы оказывается воздействуем на сознание и так далее, и так далее, что мы не то делаем, признавая хизбутахрир, признанных террористами, или свидетели ЕГОВА, признанных экстремистами, политическими заключенными, они зачем-то приложили в качестве приложения к своей экспертизе текст, который содержит цитаты из их же экспертизы по свидетелям ЕГОВА. На каких основаниях они объясняли, что свидетели плохие? Оказывается, они угрожают территориальной целостности России, потому что верят в конец света, а когда будет конец света, это будет дестабилизация и границы нарушатся. И они оправдывают геноцид, потому что верят в предания Содоме и Гаморе, которых огонь небесный поразил, значит, оправдывают геноцид. Вот теперь та же самая конторка написала и про нас. И на основании этого прокуратура вынесла заключение об оправдании терроризма и экстремизма, и хотят теперь нас закрывать. Обратим внимание еще на дату прокурорского документа. Начало декабря, декабрь еще не начался, а спокойно начало декабря прошлого 2020 года. Тогда они нас тоже пытались проверять, но где накатились, там и отползли. Остались бумаги, которые сейчас и неспешно приложили к иску в Московский городской суд. Но позвольте, если год назад государево око прокуратура обнаружила такие ужасные непрощаемые преступления перед Богом короны и спокойствием, почему они сразу не побежали пресекать это страшное нарушение, а положили под сукно почти на год эту бумагу. Потому что никакое это не нарушение. Все это полная ерунда. Они сами это знают. И сейчас, когда, видимо, сверху их пнули, нужно срочно закрывать мемориал, они смотрели, что у нас есть, что у нас есть, и подложили эту бумажку снова. То есть не только буквы, но и цифры, не только параграфы, но и даты подтверждают, что претензии к нам ничтожны. Есть только воля государства, которая уже лет 10 выражается в этом так называемом законе об иностранных агентах, сделать подконтрольным все, что не контролируется, сделать неправительственные организации подконтрольными правительству, а если они таковыми не становятся, то их ликвидировать. Смеемся. Мы будем бороться за свои права, но это все не может не вызывать улыбку. Улыбайтесь, господа. Спасибо большое, Александр Владимирович. Друзья, к сожалению, госпожа Улицкая застряла в отчаянных пробках и до нас с наибольшей вероятностью не доедет, но даже если она не сможет доехать, мы ничуть не сомневаемся в ее поддержке по отношению к мемориалу. У нас остается время, довольно много времени на вопросы и ответы. Пожалуйста, поднимайте руки, задавайте вопросы. Если вы говорите по-русски микрофон, если я не ошибаюсь, черный, если вы говорите по-английски микрофон, зеленый, наоборот, русский зеленый, простите, пожалуйста, английский черный, сотрудники мемориала, помашите микрофонами. И вот, пожалуйста, первый вопрос, только представьтесь, пожалуйста. Русский. Здравствуйте, меня зовут Карл Рожанек, ческое телевидение «Первый канал». Я не знаю, что будет в четверг, в следующую неделю, но боюсь, что уже ваш офис будет закрыт. Если это будет, я надеюсь, что не будет, возможно, но если это будет, будете ли вы хотеть продолжать вашу работу, которая уже идет 30 лет? Будете работать дальше? Спасибо. Большое спасибо. Этот вопрос, который нам задают, задают и задают, и, естественно, это вопрос, о котором мы сами думаем. Во-первых, существует законодательство, которое регулирует и такие вопросы тоже. Законодательство о неправительственных организациях, которое в том числе и регулирует ликвидацию неправительственных организаций. И вот тут дальше ответ раздваивается. Если мы будем оставаться в рамках правового поля или хотя бы псевдо правового поля, то тогда мы будем действовать поэтому в соответствии с этим законом. С одной стороны, закон оставляет нам возможность апелляции. Ну, в случае Международного мемориала это, конечно, довольно короткий путь, потому что, поскольку статус нашей организации Международного мемориала международный, то сразу дело направляется о ликвидации в Верховный суд. И на апелляцию у нас, собственно говоря, только одна инстанция – это Президиум Верховного суда. В случае с правозащитным центром мемориала этот вот путь длиннее. Значит, первое, что мы будем, естественно, делать – это отстаивать аргументированно. И я очень надеюсь, что вот та действительно большая поддержка, которую мы получили… Вот обратите внимание, состав сегодняшней пресс-конференции вообще-то не случайно. Мы действительно хотели вам, с одной стороны, показать, что наша работа международная, она больше и шире, чем вопрос о России. И это понятно, потому что мы всегда говорили и будем говорить. Как права человека не имеют границ, так и наша память, наше прошлое тоже не имеет границ. Наше прошлое, то, что происходило, касается нас всех, где бы мы ни жили. И поэтому вот такой спектр от самых высших чиновников мировых и европейских до наших уважаемых коллег из регионов должна вам сказать, что желающих сесть за этот стол и сказать слова в защиту мемориала очень много. Так вот, первое, что мы будем делать, мы будем отстаивать наши законные права и очень надеемся на справедливость. А второе, если мы будем оставаться в правовых рамках, ну что ж, начнется процесс ликвидации, он описан законодательством, нам дается время, а главное, я хочу подчеркнуть, и Татьяна Ивановна об этом сказала, мемориал – это принципиально горизонтальная структура. Именно так мы создавались. Мы, может быть, что-то делали неуклюже. Знаете, я помню, когда мы вышли 34 года назад на улицу, чтобы собирать подписи, мы говорили, мы хотим, чтобы был общедоступный архив, музей, библиотека, мы хотим, чтобы не повторилось. Но если бы вы тогда меня спросили, а как, я бы вам ничего не сказала. Вот у меня было представление только на один шаг вперед. Мы сейчас соберем подписи, мы сейчас получим поддержку, мы поймем, что это не только мы этого хотим, а потом кто-то, наверное, государство, все сделает. Вот это был такой типичный советский человек. Я хочу хорошего, но есть же государство, есть же какие-то большие люди там, начальники, которые сделают. И вот эти шаги постепенно, а как это сделать, а что мы можем сделать сами, вот это путь длиной в 34 года. И результатом этого пути, это не только, как я сказала, центр знания, это не только центр, где собраны огромная память. Нам очень мало, по сути, удалось из того, что мы должны были сделать. Но вообще-то сделали мы много. Но результатом этих 34 лет являются и вот те самые горизонтальные сети, те самые люди, большинство из которых, большинство, подчеркну, вообще никаких денег не имеют, вообще ни в какие ресурсы, реестры не внесены. Они вообще вне этого, они продолжали и будут продолжать делать мемориальскую работу. И в этом смысле я очень обращаюсь ко всем нашим друзьям, ко всем, кому не безразлично эта история. Вы можете нам, вы спрашиваете, чем вам помочь, а мы отвечаем, вы можете нам помочь, разделите с нами нашу мемориальскую работу. Посмотрите внутри своей семьи, а вы вообще говоря, знаете, что у вас в вашей семье происходило, а вы вообще говоря, когда-нибудь сверяли фамилии с нашей базой данных, а если вы знаете про это в семье, вы нам эти документы отсканировали, передали, вы поучаствовали в том, чтобы в этой базе данных было не 3,5 миллиона имен, а 11, 11 в ней должно быть, если считать только по российскому закону реабилитации, который не включает все категории. 11 миллионов имен. И когда мы про это говорим, тогда возникает вопрос, много мы сделали или мало? И ответ понятен – мало. Потому что если, ребята, вы работали 30 лет, а собрали из 11 миллионов только 3,5, то где? Где те, кто вам помогали, и действительно, нужны вы или не нужны? Так что работа продолжится. А вот будем ли мы в этой работе и как, тут уж я честно вам скажу, я не знаю. Вчера очень хорошая моя подруга из Томска нашла в мемориальской базе данных 47 своих родственников. 47 человек. Она тоже большой друг мемориала. Так вы первые поднимали руку, а я вас помню. Здравствуйте. Меня зовут Влад Смирнов. Эхо Москвы. В 2015 году, если я не ошибаюсь, уже был иск Минюста к мемориалу, чем принципиально этот иск отличается от предыдущего? И как вы считаете, почему за все время пресс-конференции вы практически ни разу, наверное, ни разу даже не упомянули фамилию Путина? Как вы считаете, будет ли этот вопрос о ликвидации рассматриваться на уровне президента? Спасибо. Простите, снова я коротко отвечу. Это был иск к российскому мемориалу. Это был иск, связанный с тем, что Министерство юстиции считало, что наша структура российского мемориала не соответствует законодательству. И ровно так же сразу подала иск о ликвидации. Нам, во-первых, удалось отстоять свою позицию в суде. И, надо отметить, мы все замечания, которые были к нам предъявлены, учли. И структура российского мемориала, российского, это отдельное юридическое лицо, структура российского мемориала была уточнена, изменена. И это организация, которая существует, работает. И, кстати сказать, не входит в международный мемориал и не внесено ни в какие реестры. Спасибо. По поводу президента я вам ничего не могу сказать. Может быть, кто-то из коллег. пожалуйста. Я присутствую здесь, позиционируя себя как представителя мемориала Пермского края, но я являюсь членом СПЧ, не заявляла этот свой статус, потому что меня никто не выполновачивал этот статус здесь представлять. Я просто должна сказать, я должна сказать, что после прозвучавшего заявления СПЧ по этому поводу комиссия по политическим правам СПЧ готовит материалы для встречи с президентом, где в том числе планируется заявить эту серьезную проблему. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Дмитрий Лобанов, RTVI. Я хотел спросить, можете рассказать, пожалуйста, за счет чего сейчас существует мемориал, о каких суммах в год идет речь для работы организации, и вторая часть вопроса касается того, в теории готов ли мемориал перейти, скажем так, допустим, с европейских грантов на российские гранты, если предоставится такая возможность, в частности, вот, допустим, президентские. Так, знаете, речь идет о разных направлениях работы и о двух организациях. Ну, по деньгам, можно сказать, по порядку величины. Деньги большие, по российским меркам, это крупные организации, ну, порядка 100 миллионов рублей в год, скажем, да, больше, меньше, в разное время было, курс менялся, и в основном, в основном, это иностранное финансирование. Почему? Российские деньги, это хорошо, мы хотели бы жить за счет пожертвований россиян, но здесь есть некоторое обстоятельство. Люди, частные лица, легко жертвуют на то, что им близко и понятно, как полтораста лет назад жертвовали Красному Кресту, как сейчас жертвуют ОВД-Инфо. Люди могут пожертвовать, увидев фотографию беженского ребенка, в котором лицо плеснули кислотой. Нашим коллегам в этом случае дали деньги. На длящуюся работу, тем более на инфраструктуру, которая у нас дорогая, денег, как правило, не дают. Меценаты, меценаты российские, знаете, когда-то неправительственная организация финансировала Михаила Борисовича Ходорковский. Что-то случилось с ним, это был сигнал и с меценатами что-то стало. Фонд династии финансировал просветительские программы, но он был признан иностранным агентом на том основании, что его основатель Зимин переводил деньги с одних своих счетов на другие свои счета. Как-то не потворствуют подобного рода меценатам наша власть. Ну и, наконец, есть разные работы. На просветительскую деятельность можно получать деньги правительственные, на гуманитарную можно получать деньги правительственные, а вот, например, на работу правозащитного центра в горячих точках на Кавказе, по сути дела, на гражданстве и контроле в зонах проведения контртеррористических операций получают деньги от своего правительства. Это, как это называется, конфликт интересов, коррупция. Вот Human Rights Watch вообще не получают никаких правительственных денег, ни от каких правительств, потому что работают по всему миру. Иностранные деньги это неплохо, это та самая независимость и неправительственность этих самых организаций. Вот вы заразились этим самым и словом агенты, которое пишется без кавычек, и мыслью о том, что иностранные деньги это плохо. Это не всегда плохо. Саша, раз... Можно я по этому поводу сейчас скажу? Я бы хотела напомнить, что специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 25 ноября 2015 года, которая в народе называется «О защите правозащитников», как раз этот пункт об источниках финансирования для международных неправительственных организаций объясняет, что это ни в коей мере не должно быть дискредитировано со стороны государств относительно того, национальный или ненациональный источник финансирования. К сожалению, эта норма при принятии решений относительно гражданских институций в России абсолютно не учитывалась, например, при принятии того же закона об иностранных агентах. Позвольте, я еще добавлю, потому что это та тема, которую мы все время обсуждаем. И есть в этой теме очень много важных подтем. Ну, во-первых, мы много раз обсуждали вопрос о том, что деньги могут быть хорошими или плохими только в зависимости от условий. Есть ли условия не от того, где живет человек, который вам жертвует, человек или институция. А от того, есть ли эти условия непрозрачны. Простите, у нас были случаи, когда мы принимали решение, что очень хорошее пожертвование готовы были нам дать, мы отказались, потому что условия нам не были до конца понятны. И вот попасть в ситуацию, когда ты возьмешь ресурсы на непонятных условиях и действительно потом оказаться в ситуации, что кто платит, тот заказывает музыку, мы не хотим. Поэтому первое, вопрос в условиях, и это мы много раз обсуждали. Второе, есть проекты, есть темы, на которые опять-таки в результате нашего обсуждения мы понимали, что мы принципиально, например, просим вообще не жертвовать не просто институции, а просим жертвовать только частных людей. И мало того, я даже помню, как я звонила некоторым, ну не бедным людям и говорила, я знаю, что вы хотите пожертвовать, пожалуйста, не жертвуйте больше 50 тысяч рублей. Мы хотим, чтобы это было собрано на маленькие деньги, чтобы много людей поучаствовало, потому что именно так мы собрали деньги на книгу памяти Катынь. Там были только российские деньги, только частные приватные люди и только маленькие пожертвования. И если вы откроете книги памяти Катыни, Медная, то вы увидите, что последние страницы это длинный список имен жертвователей. И этими страницами я горжусь не меньше, чем тем трудом, который мы вложили в эту книгу. И есть, и тут я опять хочу это подчеркнуть, разделяя все то, что сказали коллеги. Понимаете, есть миф, что мы живем на иностранные деньги. Это ведь неправда. У нас есть российские жертвователи, у нас при всем том, при всех тех проблемах, с которыми сталкиваются те люди в России, которые хотят поддержать нашу работу. И надо сказать, мы же с вами понимаем, что чем человек богаче, чем у него больше ресурсов, тем ему труднее сделать нам пожертвование, тем он под большим риском оказывается. Мы все с вами это понимаем. Тем не менее, есть россияне, которые поддерживают нашу работу иногда ста рублями, а иногда и ста тысячами рублей, или даже больше. Есть такие люди, поэтому мы не живем на иностранные деньги, мы живем на разные деньги, разных людей. Единственное, что я всегда лично от себя добавляю, знаете, я живу в России, я хочу здесь жить, я люблю людей, которые, вот я не знаю даже до конца, что больше меня вдохновляет, то, что мы такую работу полезную людям делаем, то, что мне вообще в жизни просто повезло делать такую работу, или то, что рядом со мной такие люди, которые делают что-то даже лучше, чем я, но когда мы говорим о деньгах, я должна сказать от себя лично, что если люди вне России, ну как бы кажется даже в странах, которые ну как-то далеко от нашей истории, не из Казахстана, которые ту же историю имеют, не из Украины, а из Польши, из Чехии, из Германии, из Австралии, если вот эти люди жертвуют деньги, то то, что они готовы с нами разделить нашу боль и нашу переживание нашей истории, то вообще-то им от меня больше респект, чем россиянам, россиян это вообще-то их касается, это их история, а те люди, ну, вообще-то молодцы. Раз мы уже заговорили о деньгах, пожалуйста, может Таня Глушкова ответит на вопрос Интерфакса, сколько именно штрафов выплатил каждый мемориал по поводу иногенского законодательства и так называемых нарушений? Помнишь? Так, я помню, что общая сумма на два мемориала 6 миллионов 100 тысяч рублей, по-моему, из них 4,5 это международный мемориал, а оставшиеся это правозащитный центр, но здесь я могу чуть-чуть ошибиться, вот общая сумма точно по конкретным суммам чуть-чуть могу ошибиться. Да, естественно, я забыла, по каждому случаю, который прокуратура сочла административным правонарушением, было составлено два протокола об административных правонарушениях, один на организацию, второй на председателя организации, соответственно, то есть всего речь идет о 14 эпизодах, суммарно по двум организациям, и, соответственно, по каждому из них было составлено два протокола, то есть 28 протоколов, 28 административных правонарушений, вот это общая сумма штрафов. И еще полтора миллиона, отчасти четыре штрафа до этого потока 2019 года, и один штраф сейчас нам присудили, но мы его апеллируем, так что идет и продолжается. Пожалуйста, микрофон вот туда. Вам и потом вам, я вас помню, и вы, кажется, хотели даже. Алексей Обухов, Сота. Если можно, два вопроса. Первый, в эту субботу Музей ГУЛАГа опубликовал пост с поддержкой мемориала, после чего этот пост загадочным образом исчез. Мы не смогли, скажу честно, добиться от пресс-службы Музея ГУЛАГа объяснений, куда он пропал, они просто сказали, что не будут это комментировать. Может быть, у вас есть какие-то сведения о том, что там произошло. И второй вопрос, связанный с ОВД-Инфо как родственным мемориалом организации, что будет, не знаете ли вы, с тем, как они будут продолжать работу в силу возможной ликвидации мемориала и, соответственно, прекращения финансирования. Второй вопрос нам такой же самый задает Скат Медиа. Значит, по первому вопросу. А мы тоже не будем комментировать. Мы благодарны тому, что они вывесили этот пост. А оценивать остальное мы не члены бюро комитета комсомола, чтобы выносить тут какие-то моральные суждения. Спасибо, что посочувствовали, но дальше у разных людей разные обстоятельства. Это раз. Два. Ну, наверное, ОВД-Инфо тоже попытается работать дальше. А как? Позвольте процитировать один фильм. Я не уполномочен обсуждать ход и детали операции без разрешения командования. Пусть ОВД-Инфо сами отвечают на этот вопрос. Спасибо. Добрый день. Пауль Крисай, австрийское телевидение ОРФ. Позвольте задать более глобальный вопрос. Эти иски о ликвидации мемориалов, что они нам говорят о ситуации в стране? Куда страна кататься? может быть Таня? Таня? Я? Давайте начнем наоборот с региона. Как это вы можете подключить? Татьяна, только микрофон поближе, ладно, потому что вас плохо слышно в среднем. Вопрос, конечно, действительно глобальный, вы правильно его квалифицируете. Вы знаете, моя работа в региональном уполномоченном по правам человека свидетельствует о том, что в разные годы, я 13 лет была уполномоченным, в разные годы по-разному вели себя, как у нас в России говорят, силовики. Весь спектр их, и в том числе претензии к отдельным гражданам, к гражданским институциям, они как волна то вставали, то минимизировались. Само собой это не происходило. И потому вот мы, как мы говорим, у нас ведь разные термины относительно этой истории взаимодействия с силовыми структурами были, они назывались и произволом, и понятно, что неправовыми действиями, но когда есть, когда была аргументированная позиция, когда было общественное влияние, когда начинали действовать институции и государственные тоже, в том числе, кстати, и общественные, государственные, такие там, например, как СПЧ или государственные как у института уполномоченных по правам человека, ну, если можно сказать, чтобы волна пошла вниз, это реально получалось. Поэтому в настоящее время, если говорить о волне, что ли, то есть, да, мы наблюдаем, что идет некое повышение волны. И на мой взгляд, это мое личное мнение, на мой взгляд, здесь уже имеющиеся в России возможности общественного внимания как минимум, влияния как максимум, которое сейчас нам просто предписано, мне кажется, что только это может ситуацию выровнять, например, если не остановить. Александр Черкасов добавит. Знаете, тут до этого первый вопрос задавал чешский журналист, чешский писатель Карл Чапок был очень афористичен, у него есть такая фраза «Пророк в феврале, надо подготовиться к зиме». Что это значит? Уже десятый год идет законодательство об иностранных агентах, которое было написано для того, чтобы поставить под контроль гражданский сектор и уничтожить то, что не ставится под контроль. Мы все время это говорили и видим подтверждение этого. Загонодательство об агентах, как и другие милые законы, были написаны после выборов 2011-2012 года, смены, по сути дела, режим управления, отказа от управляемой демократии в пользу чего-то еще. В прошлом году у нас было обнуление, снова смена декораций, в которой живем. Вероятно, в этих декорациях считается, что для нас места нет. Нас хотят уничтожить. Вот что это значит. Получится или нет, не знаю. Опять-таки после принятия закона об агентах многие говорили, что мы просуществуем от силы несколько месяцев. Идет десятый год. Посмотрим. Спасибо. Добрый день, Евгения Альбат Таймс. Все-таки расскажите, пожалуйста, вот это все гуманитарное, это очень интересно, конечно, но хотелось бы все-таки понимать, как вы собираетесь защищаться? Значит, вот кто будет вас представлять на процессе в Мосгорсуде и какую вы линию защиты, ну хотя бы в общих чертах собираетесь выстраивать? Потому что там Мосгорсуде это обвинение в оправдании терроризма и экстремизма. Это 23 ноября. 25 ноября у нас Генеральная прокуратура. Я говорю у нас, потому что понятно, что это касается нас всех. Значит, опять, кто вас будет представлять, какие вы предполагаете будут аргументы, потому что мы понимаем, это суд, и у нас не суд присяжных, поэтому лучшая речь, какая может быть представлена, она не будет услышана, а нужно, хотелось бы понять вот систему вашей защиты, систему ваших аргументов. Спасибо большое. Давайте, Таня, я могу сказать самые общие вещи, а вы тогда по... Значит, ну, во-первых, вы же видите, что, хотя, как бы, исков два, естественно, наша защита общая. Это общая команда, которая работает по, так сказать, двум направлениям. И, конечно, основу этой команды составляют юристы правозащитного центра «Мемориал». Кстати, мы получили огромное количество вообще ряд юристов и разных адвокатов предложение бесплатной помощи и консультации, и мы пользуемся, опираемся на это. Но сформирована команда, основы которой составляют юристы правозащитного центра «Мемориал». еще целый ряд адвокатов, которые с нами сотрудничают и сотрудничали уже много лет. Ну, а, так сказать, возглавлять эту работу по линии международного мемориала будет Генри Резник. А, так сказать, уже как бы конкретной защиты под тем направлением, деталям, которые возникнут, будут то, что называется, люди из команды. Поэтому по правовым аргументам, потому что все-таки в этом вопросе важная часть вопроса была связана. А, собственно говоря, какие доводы, если я правильно вас поняла, вы выдвигаете? Это, наверное, лучше Татьяна. Да. Извините, я хочу уточнить. Генри Резник будет и в Мосгорсуде, и в Верховном суде, или Генри будет только в Верховном суде? дело в том, вот тут я хочу уточнить. 23 ноября в Мосгорсуде будет предварительная встреча. Это не... Она вообще закрытая, на которую никого не пускают. Это такая юридическая, так сказать, в юридической процедуре это совершенно нормально, когда стороны встречаются, ну, условно говоря, вот иск, вы его читали, читали, вот к нему приложение, вот сроки, когда вы должны ответить на этот иск и так далее. Я бы сказала вопрос другой, а почему, собственно говоря, с международным мемориалом так не поступили? Почему в Международном мемориале 25 ноября будет уже сразу прямое слушание? Вот, поэтому мы считаем корректным и правильным говорить, во-первых, об общей команде, говорить о том, что, так сказать, ну, я не знаю, осеняет своим знанием и своей славой и своим вообще куражом Генри Резник. Кстати, сразу подчеркну, что именно он был одним из защитников нас и тогда, на том суде, когда подавали иск о ликвидации российского мемориала, и тогда вся команда этот иск выиграла. Вот, а вот как будет дальше развиваться вот эта юридическая линия Мосгорсуда, ну, посмотрим, что там, когда дата будет назначена и так далее. Резник про Бона работает? Да, конечно. Так, теперь про юридические аргументы. Первое, что я должна сказать, разумеется, мы не можем сейчас озвучить все наши юридические аргументы по одной простой причине. Нам хотелось бы, чтобы как минимум их часть стала сюрпризом, который будет озвучен в процессе, а не сейчас на пресс-конференции, потому что процесс это юридическое дело, и заранее озвучивать позицию не стоит. Что касается тех аргументов, которые я могу озвучить уже сейчас, по большому счету, я их все уже озвучила в своем выступлении. Суммирую еще раз очень кратко. Первое, ни международные документы, включая резолюцию ООН, на которую ссылалась Татьяна Ивановна, ни, я надеюсь, я не ошиблась с отчеством, простите, ни позиция Совета Европы, Европейского суда правом человека, ни позиция нашего Верховного суда не позволяет в ситуации, когда речь идет о тех нарушениях, которые вменяются мемориалом, нарушениях устранимых, не носящих глобального характера и не затрагивающих суть работы организации, ни международные нормы, ни наши российские нормы не позволяют в такой ситуации применить самую жесткую меру воздействия ликвидацию организации. Это первый наш аргумент. Он вполне очевидный. Второй аргумент, касающийся правозащитного центра, связанного с обвинениями в поддержке терроризма и экстремизма, это, разумеется, о том, что закон о незаконно-судебной системе ни другие законы Российской Федерации не запрещают критиковать судебные решения, потому что в ситуации, когда какая-то публичная критика судебных решений приравнивалась бы к их неисполнению, это, по сути, закрыло бы вообще всякую возможность для публичного диалога о том, какие решения суда справедливы, а какие нет, и, соответственно, каким должно быть правосудие, каким должно быть законодательство и так далее. И, соответственно, в тех текстах, которые размещал Международный мемориал на своем сайте, никогда нет и не было поддержки экстремизма и терроризма, мы никогда не солидаризировались со взглядами никого из людей, которых мы признаем политическими заключенными. А там есть люди абсолютно разных взглядов, от крайне правых до крайне левых со всеми возможными ответвлениями. Спасибо, Таня. На самом деле, вопрос был еще об адвокатах. Ну, да, действительно, работает команда, замечательная команда, и Генри Маркович, в случае Международного мемориала, мы тоже не лыгком шито. Нас будет в Мосгорсуде представлять Илья Сергеевич Новиков. Илья Новиков, напомню, он был, например, адвокатом Аюба Титеева, и Аюб Титеев сейчас на свободе. Так что у нас тоже хорошая команда. Спасибо, Илья Новиков. Но важно, что это общая команда. Да. Добрый день, Анна Немзер, телеканал «Дождь». Вы знаете, я понимаю, что вопрос не самый осмысленный, потому что, как Елена Борисовна говорила, надо понять, в каком поле но я, конечно, хотела спросить про архив, что происходит с архивом при ликвидации, есть ли какая-то возможность его защитить, что оцифровано, что на материальных носителях. В общем, самое основное. Понятно, вопрос понятен, он всех волнует, и я тут хочу всех успокоить. Значит, коллекции мемориала, они собирались и продолжали, и собирались, и продолжают собираться. И даже, кстати, сейчас, в эту минуту, люди продолжают, в том числе, и таким образом нас поддерживать, вот передачи своих архивов. Это дело московских организаций. Московских организаций, но, конечно, и это всегда была наша общая задача, и это был большой, длинный проект, когда мы поняли, что эти коллекции требуют нормального помещения, не только профессионалов, которые с ними работают, но и хорошего, достойного хранения и, главное, возможности расширять эту работу, то тогда Международный мемориал и начал большой проект, по созданию помещения для хранения. И когда это помещение было создано, это отдельная драматическая история, надо сказать, просто на фоне вот того, что сейчас происходит, вроде неинтересно, но, знаете, я, найдя деньги, четыре года я встречалась с разными риэлторами и юристами, которым говорила, пожалуйста, у нас, мы благотворительная организация, у нас деньги на счету, я ничего не дам вам ни в чемодане, ни переведу на какие-нибудь офшорные счета, мы хотим купить помещение по настоящей цене и честно. И вот это был долгий процесс, и не так-то просто оказалось в этой стране реализовать такую простую задачу, имея деньги. Так вот, когда Международный мемориал смог найти ресурсы, смог найти помещение, смог его приспособить, то тогда московские организации передали Международному мемориалу на ответственное хранение коллекции и с одной стороны оставили за собой право контроля, комплектации, проверки, инвентаризации регулярной, ежегодной, но дали Международному праву, естественно, пользоваться, обрабатывать и делать, создавать результаты, потому что вот результаты последних лет, которые вы видите, я думаю, тот, кто, а я очень надеюсь и, кстати, благодарю вас всех за то, что вы, вы журналисты, рассказывая этой ситуации, рассказываете это так, как нам бы хотелось, через нашу работу, не через скандал, а через нашу работу. Видно, что когда, вот рассказывая об этом так, видно, как изменилось качество, когда возникла возможность нормальной работы с коллекциями. Ну что ж, ситуация сейчас тяжелая, она опасная, не случайно все задают этот вопрос, поэтому правление Международного Мемориала принимает решение проинформировать московские организации, что мы не сможем впредь выполнять наши обязательства по ответственному хранению, и ровно по такому же акту с полным перечнем эти коллекции будут переданы назад, ну а у московских организаций возникнет отдельная задача, искать ресурсы. Ну что ж, в самом крайнем случае, простите, мы начнем все с нуля, мы снова найдем деньги, мы снова найдем помещение, мы снова его приспособим, и мы снова разместим там наши коллекции. Вы знаете, исходя из той поддержки, которую мы почувствовали от людей, ну может быть теперь это будет действительно место, созданное, как это, на сто рублей многих миллионов людей. Так я надеюсь. Здравствуйте, Елена Волошина, телекомпания Франц24. Я здесь. Здесь. Мы с вами сегодня обсуждаем вещи довольно конкретные, прагматичные, приземленные, что в принципе нормально и можно понять, но по сути мы все же свидетели большой истории прямо сегодня, здесь, сейчас, со всем происходящим. И мне бы хотелось у вас попросить может быть на минуту приостановиться, взглянуть внутри себя и может быть попробовать поставить слова на ваши самые глубокие чувства и мысли по поводу происходящего сейчас. Саня, Саня, я могу, если надо. Конечно, мне кажется. Ну, самые глубокие чувства, которые есть внутри для меня, это, наверное, то, что мемориал это не организация, мемориал это ценности и люди, которые разделяют эти ценности. И мемориал существует и будет существовать, пока есть эти люди. Дело не в юридических лицах. Наверное, это самое важное. Еще, знаете, меня очень часто в эти дни спрашивают, верите ли вы, что действительно этот процесс может окончиться в вашу пользу? Я на это отвечаю только одно. В данном случае моя вера или неверие не имеет вообще никакого значения. Имеет значение только то, что я должна сделать все от меня зависящее, чтобы этот процесс имел больше шансов окончиться в нашу пользу. Я скажу коротко. Стыдно очень. И второе чувство это не должно произойти. Да я уже вроде бы сказал все насчет чувств. Если вы ждете, что я скажу что-то про... Понимаете, я шел в мемориал с допроса, страшно сказать, в прокуратуре по другому делу. Да-да, у нас параллельно и другие дела шли. Там всякие какие-то мелкие что сказать, что не сказать, кому сказать какие-то дела в формулировках и дуру, ба-бах, прихожу сюда, здесь мне говорят, что в окно к нам прилетела кувалда, что все. Знаете, мы ждали этого давно. Оно наконец случилось. Вот оно началось. Паники нет. В чем-то даже становится легче, чем ждать. Я думаю, что это общее чувство. На корабле нет паники. Ах да, и еще важный момент. Илья Новиков, так же, как и Лена Ререзник, тоже работает про Бону. Так что у нас замечательный адвокат. Спасибо за этот вопрос, потому что это действительно очень важный всегда для мемориальца вопрос. И для, как это, давно взявших на себя эту ношу, для тех, кто совсем недавно приходит. Потому что именно чувства и эмоции лежат в основе нашей работы. Вот меня много раз, а сейчас снова и снова спрашивали, а почему тогда, 34 года назад, вы зачем вышли на улицу советские люди, у которых у каждого своя работа, какая-то свои планы и надежды, вы зачем вышли, что вами двигало? Я могу сказать, мне было ужасно стыдно за себя, что как это я, такая советская девочка успешная, так здорово жила и заканчивала всякие, значит, институции со всякими красными дипломами и не знала вообще, говоря, ничего о миллионах людей. Как это получилось, что я это из журналов, из огонька начинаю узнавать? А как это получилось? Знаете, вот я это чувство очень сильно ощутила ровно так же, когда я была в музее Маутхаузена. Там макет концентрационного лагеря и рядом макетики деревенских домиков, которые вокруг этого лагеря. И вот когда ты смотришь на этот домик и понимаешь, что человек, который в этом домике жил, трубу, крематория, которая выше 20 метров, он не мог ее не видеть. И что там из этой трубы, какого цвета дым, и пусть он не рассказывает никому, что он вообще просто обыкновенный фермер, он вообще просто крестьянин, он вообще, вообще, вообще была вокруг такая несправедливость, а он просто не знал. Вот я это чувство стыда абсолютно ощущала, и мне хотелось что-то сделать. Ну вот это примерно точно так же сейчас. Я уверена, совершенно, при том, что да, мы как мемориал по-другому смотрим на многие вопросы. Да, мы самостоятельные и независимые, но, во-первых, мы конструктивные и мы полезные. И мне стыдно, что та власть, которой я честно плачу налоги, мало того, что я сплачу сама, всех еще убеждаю, говорю, что, пожалуйста, у нас ничего не получится, если мы будем, мы должны в не очень, не всегда правовом государстве, будучи представителями такой организации, как наша, жить по праву. И мне стыдно, что те, кто работают на мои деньги, так себя ведут. День добрый. ЦДФ, немецкое телевидение, Олег Прохоров. Тут коллега говорил раньше про Путину, почему его не называем. Можно вернуть еще другую, такую важную для внутренней политики России фамилию. Вас 10 лет не трогали, и вот сейчас вы, оказывается, там мемориал оправдывает каких-то террористов, экстремистов. Экстремистами, экстремистской организации не так давно были признаны штабы Навального. Навальный признан мемориалом политзаключенным. Как бы это сужение, упрощение, или это не случайно, что как бы именно в год атаки на Навального и прилетела, ну то есть как бы атака и задела мемориал, который раньше никто всерьез не не закрывал. Во-первых, нас трогали все эти 10 лет, все сильнее и сильнее, все крепче и крепче душили в объятиях. Раз. Во-вторых, можно, конечно, называть отдельных людей, и да, мы, разумеется, признавали Навального политическим заключенным, его брат признавали политическим заключенным, и признаем сейчас многих политических заключенных, которых арестовывают, осуждают по этому кусту дел. Но не надо нас так сужать. Можно считать, что сейчас нам прилетела награда по совокупности заслуг. Нас одинаково любят и за работу правозащитного центра, и за наш взгляд, наш угол зрения на историю, за то, что мы храним память. И неизвестно, за что мемориал наше любимое государство любит больше. Я хотела добавить, что если вы посмотрите на вообще ситуацию с гражданским обществом в России, на то, что происходит в целом сейчас, не только применительно к мемориалу, на признание СМИ иностранными агентами, на практически еженедельное пополнение списка людей, которые называют СМИ, иностранными агентами и так далее, то мы увидим, что мемориал это такое звено большой цепи. Поэтому говорить о том, что да, в принципе, наверное, можно увязать это, по крайней мере, хронологически с событиями, которые случились этой зимой, были связаны с возвращением Навального в России. Но говорит о том, что только это является триггером, на мой взгляд, неправомерно, потому что все эти 10 лет мы наблюдаем постепенное сужение того поля, в котором можем работать мы, постепенное сужение свободы прессы и так далее, и так далее. И сейчас это очередной шаг, очень большой, но очередной. Здравствуйте. Телеграм-канал Можем объяснить Жанну Ульянову. Скажите, разделяете ли вы версию о том, что силовики нынешние думают о себе как о наследниках прежнего НКВД, поэтому мстят мемориал. Это похоже на то же дело, которое было в Карелии с Юрием Дмитриевым. Что вы об этом думаете? Простите, но мне кажется, что это какой-то узкий и упрощающий взгляд. Не в этом задача. Задача власти в управлении, в контроле. И дальше возникает вопрос, а как власти это управлять и контролировать? Поэтому усиливаются разные ведомства, иногда те, которые даже ну, как-то и не подозрены, и не могут предположить, что они становятся силовыми. И постепенно силовыми ведомствами становятся Роспотребнадзор, Росфинмониторинг, Министерство юстиции. Ну, неявным образом санэпидемстанция всегда была силовым ведомством, но теперь, видимо, ей будут, может быть, приданы какие-то законодательные и так далее, и так далее. Не в этом, с моей точки зрения, связь, а вопрос в том, что стоит задача контроля, управляемости, и все, кто не выкладываются вот в эту контролируемую схему, все, ну, в общем, так сказать, все, оказывается, все под большим и большим давлением. Я же хорошо помню время 2003 года, когда там гражданский форум создавался и так далее, и какие-то чиновники достаточно высокие говорили, как славно было бы создать Министерство гражданского общества. Вы бы, вот прямо этими словами, Министерство гражданского общества, высокие люди, которые тогда оказывали влияние, вы, Елена Борисовна, а еще лучше, вы, Арсений Борисович, с вашей биографией, вы бы там важное место занимали, вы же можете, вот дальше то, что было сказано, это было смешно, вы же можете дать приказ, вы можете дать приказ вашим мемориальским организациям, чтобы они как-то делали так, как вы скажете. Вот я помню очень хорошо, что Арсений, он так смеялся тогда, то, что вот представьте, представить себе, что я, Саша или Татьяна Ивановна своим Пермскому мемориалу может дать приказ. Гражданское общество устроено по-другому, его нельзя вот так выстроить, и, к сожалению, вот, видите, происходит вот это вот медленное, постепенное действительное сужение и давление. Добрый день, Михаил Шевелев, телеканал «Дождь». Скажите, на этой встрече, помимо Людмилы Улицкой, которая не смогла, был еще заявлен, еще совсем недавно, сенатор и бывший полномочный по рамам человек. Владимир Лукин хотелось бы узнать, в связи с чем он отсутствует. Ну, мы, вы понимаете, да, эту пресс-конференцию, надо сказать, готовили с колеса, и мы заявили тех людей, в частности, которые там выразили нам публичную поддержку. Вот, ну вот, надо сказать, что я не знаю, насколько вам известно, но Владимир Петрович Лукин вместе с Натальей Дмитриевной Солженицыной вообще довольно яркое и мощное письмо написали в нашу поддержку. И даже мы предварительно, к счастью, это не попало в прессу, заявляли и Наталью Дмитриевну. А потом по разным причинам, в том числе просто по физическим. Вот, многие люди не смогли, а вот с Людмилой Евгеньевной ну прям просто ужасная история получилась, потому что она вообще говоря просто то, что называется, заблудилась и не доехала. Но я тут во-первых, и пользуясь случаем хочу еще раз поблагодарить тех, кто нас поддерживает, а поддержка это же не только в том, что на пресс-конференцию прийти, а еще и в том, что написать, прийти в суд, выступить в суде как свидетели. У нас будут, кстати, в суде свидетели защиты. И я в том числе, конечно, и благодарна и вот тем людям, которых я назвала. И поверьте, в этом нет ни злой воли, ни предательства, и ничего. И мне ужасно грустно, что не все и не всегда так сказать обстоятельства жизни становятся понятны и известны. И поэтому иногда бывает так, что люди, которые нас честно и самоотверженно защищают, вдруг оказываются под шквалом какой-то критики, чего-то. Это несправедливо и не надо. Я очень не хочу, чтобы эту ситуацию использовали вот так. И знаете, вот одна дама вчера мне, которая со мной вместе в международной конференции участвовала, она сказала, Лена, я вот только тебе это сообщаю, мне, я вот тут собирала письма вашей поддержкой, у меня время просто это занимало, поэтому это еще письмо не опубликовано. А мне вдруг стали на телефон и по всяким мессенджерам, в том числе по довольно приватным, прямо бомбить меня стали письмами. Ты такая, ты почему не высказываешься в защиту мемориала? Где твое слово? И она говорит, знаешь, вот если только я не знала, что вы такая честная из хорошей репутации организации, что вы сами никогда так не будете делать, а значит это просто делают те, кто хотят вам навредить. Я бы вот еще подумала, а стоит ли мне вообще писать, вот если они так требуют от меня защиты, стоит ли их защищать? Понимаете, давайте мы вынесем за скобки все те случаи, когда кто-то и по какой-то причине не смог поддержать нас там публично, а делает это не публично. И будем, мы очень благодарны всем, кто в самых разных формах, в том числе, даже нам с вами может быть и неизвестно, и мне в том числе, нас поддерживают, и мы очень на этом рассчитываем. Вот тут ставим точку. Я бы хотела еще обратить ваше внимание, что есть много людей в России и за рубежом, которые мечтали бы быть сегодня в этом зале, но по ряду причин командировки состояния здоровья просто здесь не могут находиться. От последнего лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, который должен был выступать и оказался в отъезде до, собственно, генерального директора нашей организации, в частности, Кеннета Роллса, который записал видео, ровно как и Дмитрий Муратов. И таких видеообращений, таких текстовых обращений, честно говоря, такое количество, что у мемориала даже не хватает сил все эти обращения на данный момент разместить на сайте. Мы работаем еще ровно 10 минут, потому что мы начали позже. Следующий вопрос. Вот там, да? Вот туда микрофон, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Ярослав Козулин, Кавказский узел. Добрый день. У меня много. Один, извините. Ой, жаль. Жаль, жаль, да. Ну, давайте тогда самое главное, да, какие программы по защите прав жителей Северного Кавказа ведет правозащитный центр «Мемориал», в чем они, собственно, заключаются, и станет ли невозможным их исполнение в случае ликвидации правозащитного центра? Саша. Слушайте, Ярослав, мы сейчас как-то суетимся, пытаемся сделать так, чтобы дело наше не пропало, ну а как уж это мы делаем, не заходите на кухню, не смотрите на работу повара, вы увидите наши блюда, они вам понравятся, мы не собираемся умирать вот немедленно и сразу и даже в прямом эфире. Да не дай бог. Простите, можно еще один про горячие торчки? извините, я сказал, нельзя, но правда мы уже заканчиваем. Можете потом задать лично. Хорошо? Дальше сзади вот были руки, вот, вот, нет, а, все. Таким образом, мы закончили нашу работу и если у кого-то из журналистов остались дополнительные вопросы, пожалуйста, все еще сидят за столом, эти вопросы можно задать отдельно. Дорогие друзья, всем огромное спасибо за то, что вы нашли время и два часа, ровно два часа провели здесь с нами в мемориале. Спасибо огромное, надеюсь, мы скоро здесь увидимся по гораздо более оптимистичному поводу. Спасибо переводчикам, спасибо звукооператорам. Всем спасибо. Здравствуйте. Выберем какое-то место, где меня подвесит на дыбу и даже я... Хорошо. Давай.